Забинфо.ру Первый информационный сайт Забайкальского края уже на пикеты ходит не ради себя, а ради внуков. Проработав не одно десятилетие геологом и достаточно повидав за свои 78 лет, он уверен, что Россия никогда не жила хорошо, но сейчас наступил критический момент. Менять курс, менять власть. Хватит. Хватит издеваться над народом. Ну хватит. 20 с лишним лет нам это все обещают. То есть правительство заботится только о крупных бизнесменах, олигархах, но не народных. Все время, по мнению пенсионера, происходит то, что мы кланяемся в ноги Европе, а оттуда пошло все зло. Понимаете, вот мы выходим, кучка, да, если бы вышли тысячи, да, тогда бы сферку, которая смотрит на нас, они бы по-другому смотрели. А так они посмотрят, да, кучка, ладно, пускай. Если бы тысячи вышли, да, совсем другой момент. Совершенно. Просто наш народ за какой-то жашурен сейчас, вот в Забайкане особенно. В нищете по грязь, в пьянке и прочее. Я говорю, ну, страшно, вот. Даже мне вот иногда становится страшно за свою страну, за свою... Пикетчики требовали уважать врачей и учителей и вернуть честно заработанные ветеранами деньги, которые они заслуживали на протяжении долгого времени своим трудом. В общем, в пикете под окнами правительства Забайкальского края собрались порядка 20 человек. Вот только депутаты в это время уже заседали на сессии, а губернатор перенес свое послание ЗАГС-собранию на неопределенный срок по неизвестным причинам. Александра Леонтьева и Илья Татауров. Специально для Забайкальского края.